Приветствую вас, уважаемые зрители, в эфире Инсталайф с Высшей школой исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета. В ходе сегодняшнего прямого эфира вы сможете додать вопросы о поступлении, приеме документов, вступительных испытаниях, условиях приема и особенностях учебного процесса. На все интересующие вопросы ответят заместитель декана Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Шакирова Алла Юрьевна, заведующий кафедрой регионоведения и евразийских исследований Каримова Луиза Каюмовна и директор этнографического музея КФУ Гущина Елена Геннадина. Итак, всем здравствуйте, добрый день и, пожалуй, давайте начинать. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, какие направления реализуются в Вашей Высшей школе. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. С большим удовольствием я с коллегами мы сегодня вам расскажем о нашей Высшей школе, потому что Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия — это одна из трех высших школ, которые представляет Институт международных отношений. Наша высшая школа — одна из выдающихся, я думаю, и я думаю, что представители любой из высших школ будут так говорить, но я с полной уверенностью могу об этом сказать и с удовольствием расскажу о тех направлениях, которые представлены, потому что являюсь сама выпускником, выпускницей исторического факультета, и все мы здесь — выпускники исторического факультета, и поэтому как состоявшиеся личности, как, в общем-то, успешные, я не побоюсь этого слова, мы с удовольствием вам расскажем о тех направлениях, которые реализуются сегодня в нашей Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия. Кстати, наши студенты между собой называют ИСТФАК, нашу высшую школу. Итак, в нашей высшей школе реализуется восемь направлений, каждый из которых включает несколько профилей подготовки, и эти направления как классические, дающие классическое базовое образование университетское, так и направления, которые можно назвать прикладными. В частности, это такие направления подготовки, как история, зарубежный регионоведень, регионоведение России, туризм, культурология, музеология и охрана объектов культурного наследия. Это такое направление подготовки, как педагогическое образование с двумя профилями. И сегодня мы подробно вам расскажем о каждом из этих направлениях. Единственное, что могу сказать, что те ЕГЭ, которые засчитываются при поступлении на все наши направления подготовки, это три базовых. ЕГЭ — это история, общество знания и русский язык, плюс на направление зарубежное регионоведение у нас также засчитывается и ваше ЕГЭ по иностранному языку. Комбинации этих дисциплин различны в зависимости от того, на какое направление вы подаете документы. Та дисциплина и будет стоять первой, и будет основной. Также необходимо сказать, что в нашей высшей школе обучается дружный коллектив более чем полутора тысяч студентов. Это ребята, которые приезжают из самых разных городов Российской Федерации, близлежащих городов, городов Татарстана, дальних городов. Например, у нас есть ребята, которые живут, родители которых проживают в Хабаровске. Также вообще всего в институте обучается более 900 студентов из 44 стран мира. И вот такая дружная семья ИМО также реализует свою подготовку в нашей высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия. Что у нас есть? У нас есть замечательный профессорско-преподавательский состав. У нас есть прекрасная аудитория, оснащенная самым новейшим оборудованием. У нас есть студенческие научные общества во множественном числе, потому что на каждой кафедре есть замечательные студенческие научные кружки, научное общество. У нас есть великолепные базы практик. У нас есть замечательные руководители, которые всегда готовы выслушать вас, принять вашу точку зрения, разрешить любой конфликт. В общем, на самом деле у нас здорово, и мы будем очень рады видеть вас в нашей семье. У кого-нибудь есть что-нибудь добавить? Я думаю, мы добавим, когда будем рассказывать о направлениях и отвечать на вопрос. Что ж, тогда следующий вопрос. Какие языки предлагают студентам для изучения в вашей высшей школе? Вообще в Институте международных отношений предлагаются различные языковые комбинации из 25 иностранных языков. Это включая древние языки, в частности, вот в нашей высшей школе преподаются такие языки, как латинский язык, древнегреческий язык. А вообще комбинация, которую изучают наши студенты на самых разных направлениях, вот коллеги расскажут о своих направлениях более подробно. В целом же я скажу, что это комбинация из самых разных языков. Чаще всего это европейские и восточные языки. Ну, например, такие как английский и турецкий, или, скажем, английский и корейский, или, скажем, английский язык и язык хинди. Но если ребята в школе изучали французский, немецкий языки и хотят продолжать изучать эти языки, им также такая возможность предоставляется. Например, наши культурологи в этом году будут изучать такие языки, как английский и итальянский язык. Я думаю, вы понимаете почему, потому что это такое направление культурологии. Вот раз уж речь зашла о языках древнегреческий язык, вот поподробнее об этом можно было бы узнать, потому что интересная тема. Вот вы представляете, как здорово уметь читать на древнегреческом языке. И этот язык действительно изучает наши студенты-историки для того, чтобы читать манускрипты, какие-то там древние рукописи, я не знаю, там, это вообще просто круто. Кроме того, они могут изучать и латинский язык. И наши преподаватели, это историки, которые проводят исследования, которые, в общем-то, работают с этим языком и готовы научить наших студентов этому. А практики, которые выездны, и полевые практики, это вообще просто круто. Ну, на самом деле, я бы добавила, по языкам мы не зря находимся в Институте международных отношений, всё-таки. Поэтому языки изучаются хорошо, языков изучается много. Действительно, на каждом направлении есть своя языковая линейка, она из года в год меняется. А вот по поводу древнегреческого, латыни и прочее, это очень важно, на самом деле, не только для историков, но и для специалистов самых разных направлений, уметь читать источники, уметь работать с первоисточниками. Если говорить о направлениях, которые я представляю, зарубежные регионовидения, регионовидения России, то здесь языки важны не только для того, чтобы понимать специфику того региона, который изучают наши студенты, но и, опять-таки, для того, чтобы работать с источниками. Как вы будете составлять какие-то научные или информационные материалы, если вы не владеете языком, первоисточников, с которыми вы, собственно, работаете. Поэтому, на самом деле, изучение языков в нашей высшей школе, в институте уделяется огромное внимание. Если вы хотите именно изучать языки, то добро пожаловать, здесь вы научитесь. Ну, и я тоже добавлю, коллеги говорят все про несколько. Прошлое, ретроспективное. Наше направление подготовки, антропология, этнология, это направление, которое смотрит вперед и в будущее, потому что в центре находится человек со всеми его особенностями. И объектом наших исследований является все мы, современный мир, который динамично изменяется. Мы все постоянно слышим из окружающих нас СМИ о миграционных процессах, о межэтническом взаимодействии. И языки важны для того, чтобы понимать людей. Не только источники, но и человек, который выступает источником. Поэтому на всех направлениях подготовки есть, как правило, это два языка. И выбираются они не случайно. Все зависит от того, на что ориентировано. Поэтому у нас европейские и восточные. И студенты, как правило, которые хорошо занимаются, но все зависит от человека, институт может дать прекрасную базу. Но от того, как у вас есть, во-первых, способности к языкам, у вас есть желание учить языки, раскрываются ваши границы. Если это есть, пожалуйста, всевозможные стажировки, программы. Наши студенты регулярно совершают свои заграничные научные вояжи, где обмениваются опытом, знанием. И это возможность профессионально расти дальше, набираться тех компетенций, которые в последующем пригодятся при устройстве на работу. Что ж, такой вопрос тоже касательно языков. Трудно ли изучать такие языки, как древнегреческий и латынь? Это все-таки уже немного мертвые языки. Вот что мы можем сказать, мы, которые это все изучали. Это здорово, это круто, это интересно, это занимательно. И на самом деле, Елена Геннадьевна правильно сказала, что все зависит от вас. Насколько вы готовы вложиться в себя, в свое будущее. Если вам интересен этот язык, любой абсолютно древнегреческий, современный язык, если вы хотите его изучить, вы его изучите. Все от вашей мотивации зависит на самом деле. Возможность у вас будет. Чему обучают на направлении регионоведения? Ну, раз уж вопрос по регионоведению задали, я, наверное, тогда в целом расскажу об этих двух направлениях. Это два, наверное, одних из самых молодых и перспективных направлений не только нашего института, но и Казанского федерального университета. Я буду говорить о направлениях зарубежной регионоведения и регионоведения России. Собственно, два реализуются направления бакалавриата у нас. И отвечу, отвечая на этот вопрос, отвечу на еще один часто задаваемый вопрос, что такое вообще регионоведение, к какой группе наук относятся, потому что пока еще не совсем понимают абитуриенты, что это такое. Вообще регионоведение и зарубежное, и российское, оно входит в укрупненную группу специальностей, политические науки и регионоведения. Входит оно туда наряду с такими уже традиционными направлениями, как международные отношения, как политология. Почему выделили, собственно, регионоведение? Эти направления, они появились как ответ на запрос со стороны работодателей, которые заинтересованы не только в специалистах, которые хорошо разбираются в международных отношениях, хорошо разбираются в политике, в каких-то политических процессах, а заинтересованы в специалистах, которые в комплексе изучают какой-то регион, с которым будет работать организация или учреждение, где, собственно, этот специалист будет работать, будет трудоустроен. И здесь можно сказать о первом преимуществе, которое я хотела бы отметить, регионоведение в целом, это междисциплинарность. То есть люди, которые изучают регионоведение, они изучают свой регион специализации со всех сторон. Они изучают историю, современное состояние, политику, экономику, демографию, культуру, языки, которые в этом регионе приняты, на которых разговаривают. То есть это такое всестороннее изучение определенной территории, определенного региона, не обязательно какой-то конкретной страны. Регион это понятие очень широкое, мы вам об этом подробно расскажем, если вы поступите на это направление. И второе преимущество это языки. Мы о них уже много говорили, я могу только озвучить языковую линейку, которая в этом году планируется на зарубежном регионоведении. Мы предлагаем в этом году из европейских языков немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, из восточных языков арабский и китайский. Английский здесь на зарубежном регионоведении выступает в качестве второго языка. Остальные языки это зависит от того региона специализации, который вы будете изучать. На регионоведении России наши студенты изучают два самых распространенных в мире языка. Это английский, как первый язык, и второй язык это китайский. И еще одно преимущество, которое хотел бы отметить, как я уже сказала, это эти направления, появление этих направлений, это запрос на потребности работодателей. Поэтому, конечно же, мы огромное внимание уделяем практической деятельности, огромное внимание мы уделяем тому, чтобы научить ребят информационно-аналитической работе, способом работы с информацией, способом подготовки различных информационных материалов, способом управления регионом, продвижения региона, брендирования и так далее. То есть здесь тоже такое пристальное внимание этому уделяется. И, как уже сказали коллеги, действительно все наши студенты, не только наши высшие школы, но и международные отношения имеют прекрасные возможности поучаствовать в стажировках, как в России, так и за рубежом, и в научно-исследовательской деятельности. То есть буквально с первого курса мы приглашаем своих студентов участвовать в конференциях не только вузовских, но и вплоть до международного уровня. Причем не только на русском языке, но и если у них уровень подготовки уже достаточно, то и на иностранных языках. И я не знаю, будет ли вопрос такой, может быть, чуть-чуть опережая, скажу, кем могут быть, собственно, наши выпускники, кем они могут работать. Это второй, наверное, наиболее часто задаваемый вопрос. Но я думаю, уже стало понятно за счет вот этих достоинств языков, междисциплинарности. Наши выпускники, они, на самом деле, имеют такую прекрасную возможность выбирать, где им работать, выбирать, какая сфера деятельности их заинтересовала больше всего за 4 года обучения, потому что мы даем себя попробовать в самых разных сферах. Наши выпускники востребованы в органах управления, в государственных органах учреждений на всех уровнях, на региональных и международных, дипломатических представительствах, ведомствах. Они могут работать в информационно-аналитических агентствах, средствах массовой информации, научно-исследовательских учреждениях, но и в целом в любом вообще учреждении, организации, где есть связи с международными партнерами, которые заинтересованы в налаживании, в продвижении связей с иностранными партнерами. Наверное, вот в целом по направлению пока все. Если что, я добавлю. Что ж, перейдем к другому направлению. Туризм. Спрашивают, сколько проходной балл и есть ли бюджетные места? Ребята, ну вот огорчу, наверное, вас, сказав, что бюджетных мест нет. Что касается проходного балла, то конкурс, безусловно, есть, но тем не менее вам нужно набрать, то есть как бы так сдать ЕГЭ, чтобы это ЕГЭ сдать. А там уж мы, я не знаю, будем смотреть, какой у нас конкурс в этом году будет. То есть в любом случае документы у вас принимаются, и в зависимости от того, какой будет конкурс на это направление, выстроится вот это как раз тот балл, который будет проходным на направлении туризм. Но и сразу же скажу, что туризм – это то направление, которое как раз является прикладным в нашей высшей школе. И здесь, может быть, вы обратили внимание, что Казанский федеральный университет реализует направление туризм в двух институтах – это Институт экономики и управления финансов и Институт международных отношений. В чем же разница, спросите вы? Да, это одно и то же направление. Разница в наборе дисциплин, потому что учебные планы составляются институтом, исходя из ресурсов, ресурсов преподавательских, ресурсов информационных, аудиторий и так далее. Поэтому наше направление туризм отличается тем, что здесь представлены дисциплины несколько иного плана. Здесь у нас больше представлены дисциплины именно исторических, связанных с логистикой, связанных с построением маршрутов туристических, с международным туризмом, с развитием международного туризма. И, наверное, этим мы как раз отличаемся от другого института. А где проходит практику студенты? Вот уже с первого курса у нас просто, я не знаю, нет... Мы уже не знаем, как отбиваться от представителей туристического бизнеса, потому что они рвутся за нашими студентами и говорят, что отдайте нам их на практику. Но на самом деле, конечно, с первого курса мы студентов неохотно посылаем за границу, потому что нам хочется, чтобы все-таки они прошли практику в туристических агентствах наших, российских, но тем не менее ребята уезжают, потому что те, кто владеет хорошо языком, ребята уезжают для того, чтобы заработать деньги. На самом деле Турция, Греция — это те маршруты, это те туристические фирмы, в которых востребованы наши студенты. Вот как-то так. Где проходят практику студенты направления антропологии и этнологии? Ну, несколько слов еще раз о том, что из себя представляет наше направление. Мы готовим... Студенты получают профессию. Антрополог — этнолог, это профессия. И в центре исследования находится... То есть это тот специалист, который занимается современными межэтническими, межконфессиональными отношениями, вопросами культуры, сохранения и репрезентации традиционной культуры, как она изменяется, модифицируется в современном мире, миграции, вообще широкий спектр. Вопросы гендера, полгендер, то, что сейчас будоражит, то, что сейчас на пульсе находится. Ну и плюс тем, кому интересно, есть такие традиционные темы, которые также развиваются, и история науки, и традиционной культуры. Я сама работаю в этнографическом музее. То есть мне ближе моменты, связанные именно с культурой. У нас все сотрудники нашего направления являются практиками. Мы не просто теоретизируем, мы работаем и взаимодействуем с разными и госструктурами, и общественными организациями. И поэтому студенты тоже вовлекаются в эту деятельность. Традиционно практики выездные. Этнографы едут в поле. И раньше это поле, ну понятно, что не картошку копать, это исследовательское, научное поле. И раньше поле было, это обязательно надо выезжать в какую-то далекую деревню, желательно найти какой-нибудь народ, про который до этого не слышали. Но меняется мир. И поле это не обязательно где-то очень далеко. Поле может быть в городе. Это какие-то сообщества, субкультуры, вообще традиционный город, что из себя сейчас представляет Казань, антропология города. Исследовательское поле, оно внутри нас самих. 21 век. Соцсети. Прекрасное тоже исследовательское поле. Но традиционно студенты выезжают все-таки на практику, чтобы попробовать такой, особенно первый-второй курс, попробовать себя, посмотреть, что эта профессия представляет, научиться определенным навыкам и компетенциями. И, как правило, это всегда вспоминается очень с теплотой, с интересом. Кто-то, если это выезд в деревню, допустим, да, кто-то, ну, действительно, современная городская молодежь первый раз там видит курицу. Не то, что первый раз разговаривают с людьми, учатся коммуникативные навыки, да. Мы опять учимся общаться с людьми, выстраивать вот эту вот коммуникацию. И надо сказать, что у нас студенты, которые на первый курс, допустим, поступают, первоначально некоторым бывает тяжело выступать с презентациями, с докладами. На четвертом курсе уже, как правило, их не остановишь. Они говорят и говорят, жестикулируют и прочее, потому что вот учатся коммуницировать и выстраивать вот эти вот взаимоотношения. Также у Института международных отношений заключен партнерский трехстороннее соглашение договор, и студенты проходят, могут проходить практику в общественных организациях и государственных органах, в том числе в Доме дружбы народов Татарстана, где тоже такая прекрасная атмосфера межнационального общения, развития. И вообще-то Татарстан у нас является регионом достаточно таким успешным, который показывает вот это вот прекрасное взаимодействие, да, межническое, межконфессиональное, и сюда действительно приезжают перенимать какой-то опыт сурбежные партнеры. Поэтому вот это тоже все может быть полем. Но исследовательское поле, исследовательская практика — это немножечко разные понятия. Все-таки на практику мы стараемся выезжать, даже в условиях современной пандемии. Тем не менее, сейчас студенты первого-второго курса находятся на практике, только практика меняется вместе с изменением мира. Занимаются ли ваши студенты раскопками, или все-таки это немножко другая сфера деятельности? Это не наше направление, мы общаемся с людьми. То есть этнология, этнография, антропология. И вообще, вот когда ты приезжаешь за границу на конференции, на мероприятия, мы общаемся с зарубежными коллегами, когда ты спрашиваешь, кто ты, ты говоришь, антрополог, я культурный антрополог, я социальный антрополог, я этнолог. Тебе говорят, ой, как здорово, а чем конкретно ты занимаешься? Это для России немножечко такие слова, ну, непонятные пока еще, по крайней мере. Хотя традиции очень древние, и до революции здесь была мощная школа. Но потом вот это вот жирнова репрессии коснулись этнографа, и направление было свернуто. Мы не копаем. Мы не копаем, мы изучаем людей. Вот все, что живо, все, с кем мы можем общаться. Молодежные субкультуры, традиционная культура, то, что находится в музейных собраниях, то, что находится в интернете, цифровая антропология, прекрасное направление. Там студенты пишут про лудоманию. Пожалуйста. По поводу копаем, да? Копают у нас археологи, как правило. Я тоже хотела сказать. Копают археологи, да. Когда Елена Геннадьевна говорит, да, мы не копаем, она говорит, мы антропологи не копаем. А мы антропологи не копаем, да. А вообще мы историки, мы копаем, да. То есть как раз вот направление подготовки истории. Здесь есть такой профиль, как археология. Но, в принципе, все студенты всех профилей у нас обязательно выезжают на археологическую практику. Так что мы и копаем. Да, но на самом деле на раскопки могут поехать не только студенты-археологи. Как правило, студенты других направлений, тоже если они хотят почувствовать вот эту романтику, да, пройти посвящение в археологии, они спокойно могут присоединиться, собственно, к археологам. И вообще вот когда прокопать сказали, у меня сразу такая фраза, ну, мы копаем, но мы копаем в библиотеках, в интернете, то есть в базах данных. Мы копаем все. Но вот именно с землей у нас работают, конечно, археологи. Что ж, спасибо за такой развернутый ответ. Я бы еще хотела добавить. Это вообще очень классно, что в этой замечательной цедорово, что в нашей высшей школе большая часть направлений, они прикладных. То есть у студентов есть возможность попробовать себя, попробовать свои знания, умения, навыки, компетенции, да, выехать вот в это исследовательское поле, погрузиться непосредственно в науку, собрать свой материал. Не просто там из книжки в книжки переписывать, да, а свое авторское исследование. И очень здорово, когда студенты выезжают на какие-то конференции, и они, как правило, ну вот могу за своих, за наших студентов говорить, они, как правило, там очень прекрасно выступают, потому что у них свой материал, который они сами собрали, свой авторский. Без разницы, посвящен он мигрантам, религиозным вопросам, или работы с музейными какими-то коллекциями, да, но вот свое, вот это вот, то, что они раскопали. Что ж, в вашу высшую школу можно поступить только по баллам ЕГЭ, или все-таки есть какие-то творческие испытания? Отвечу за нашу высшую школу, да, потому что нет, творческих испытаний нет, так как, скажем, у журналистов или на дизайне творческих испытаний нет, но в нашу высшую школу можно поступить не только выпускникам школ, которые в этом году или там год назад закончили школу, также вы можете иметь среднепрофессиональное образование, и до 8 августа, если вы подали документы, вы можете написать внутренние экзамены, то есть внутри нашего Казанского федерального университета, и также стать студентом одного из наших направлений подготовки. А какой средний балл для поступления к вам на бюджет? В этом году пока ничего не можем сказать, у нас еще неизвестно ЕГЭ по истории. На самом деле, да, это вот часто задают вопросы, сколько надо набрать баллов, чтобы поступить на бюджет. Каждый год ситуация меняется, это ведь зависит от многих показателей, от того, как сдали ЕГЭ, допустим, выпускники, да, и прочее. Но в среднем, если говорить о баллах, о возможности претендовать на бюджет, как правило, ну, 235-240 баллов, если у вас в сумме есть, то вы можете поучаствовать в конкурсе, и, возможно, поступите на бюджет. Но все зависит от того, сколько человек подали. Надо постоянно отслеживать динамику, и шанс есть абсолютно у всех. То есть подавать, смотреть, надеяться. Да, ребята, можно сразу же тоже маленькую ремарку. Безусловно, подавайте на бюджет, но на всякий случай, если вы выбрали для себя эту профессию, да, и вы действительно хотите учиться здесь, обязательно подайте на контракт. Потому что многие родители, абитуриенты думают, что подадим на бюджет, но не пройдем на бюджет, уж на контракт нас всегда возьмут. Нет, к сожалению, это невозможно. Для того, чтобы стать студентом, необходимо, чтобы ваши документы были поданы и на контракт. Поэтому поставьте галочку, там нетрудно, сейчас это все онлайн заполняется. Все-таки поставьте галочку и на контракт в том числе. Потому что если у вас не будут поданы документы на контракт, а вы подавались на бюджет, так частенько бывает, родители приходят и говорят, ну как же вот мы не прошли, но на контракты вы нас возьмите. К сожалению, университет не может нарушать эти требования, эти условия, у вас должны быть поданы документы на контракт тоже. Это два разных конкурса, абсолютно не мешает, не перекрывает. Спокойно участвуйте и там, и там. Иностранные студенты спрашивают, для их поступления тоже нужны только баллы ЕГЭ? Там тоже нет никакого испытания? Ну здесь зависит от страны, то есть какая страна. Потому что есть страны, которые являются, как у нас сограждане наши из близлежащего зарубежья, соотечественники, да, то есть есть программы соотечественники, и для них совсем другие условия. Да, есть, скажем, дальние страны, где совсем другие ЕГЭ. Но студенты из стран дальнего зарубежья, они сдают внутренние испытания, то есть они поступают по внутренним испытаниям. Внутренние испытаниям. Хорошо. Профиль культурологии. Есть ли международные практики на этом профиле? Расскажу я о направлении культурологии, то есть это не профиль, это направление культурологии. И это наши ежегодно по одной элитной группе, потому что, сами понимаете, что направление, то есть сюда нужно идти, любя литературу, музыку, искусство, культуру. И здесь не случайно, я уже сказала, что в этом году мы будем изучать наряду с английским и итальянский язык, потому что как раз это направление подготовки связано с организацией и проведением всевозможных выставок, всевозможных, ну да, каких-то таких вот крупных массовых выставок. И, соответственно, на этом направлении подготовки ребята, владеющие языком, спокойно выезжают также за границу. И вообще я хочу сказать, что не только на культурологии, но и на любом направлении подготовки в Казанском университете можно пройти семестр обучения в стране партнер, в университете партнеры, партнере. И у КФУ заключены договоры с огромным количеством университетов, институтов всего мира, где студенты могут успешно пройти обучение в течение одного года либо одного семестра, в том числе, конечно же, и культурологи. Вот я бы хотела добавить еще по поводу наших партнеров. На направлении зарубежной регионовидения есть такой профиль, как германо-российские исследования. Не могу не сказать об этом профиле. Студенты, шесть лучших студентов, которые покажут наилучшие результаты в образовательной деятельности, которые покажут наилучшие знания иностранного языка, немецкого в данном случае, получат возможность в течение года обучаться в нашем университете партнер, регенсбургском университете. И по окончании этого направления те из студентов, кто обучался в Регенсбурге, получат диплом Регенсбургского университета наряду с дипломом КФУ. Вот такой вопрос нам из социальных сетей, так понимают, будущего абитуриента. Если знание только русского языка, других иностранных языков не знаю, есть ли смысл к вам поступать? Смысл поступать есть, потому что, как уже говорили мои коллеги, было бы желание. И здесь отличие от школы состоит в том, что не преподаватели будут за вами бегать и говорить, выучите, сдайте. То есть здесь все будет зависеть от вашего желания. И если вы проявите действительно какие-то способности, желание выучить язык, то вам пойдут навстречу, с вами будут заниматься дополнительно, вам будут давать дополнительные материалы. И, конечно же, такая возможность есть. Кроме того, каждый год, когда мы студентов, когда они знакомятся с преподавателями иностранных языков, то они проходят тестирование. И студенческая группа, 25-30 человек, делится на подгруппы. Это могут быть 2 или 3 подгруппы. И, конечно же, подгруппы эти делятся в зависимости от уровня владения тем или иным иностранным языком. И, соответственно, в группе, где не такое хорошее владение, встречаются студенты, которые только начинают изучать английский язык. И дальше, опять-таки, повторюсь, все зависит от вашего желания, от вашего старания, от ваших способностей, наверное, тоже, конечно. Ну, на самом деле, мы ведь озвучили. Посмотрите, 3 основных ЕГЭ. Это история, общество, знание и русский язык. Иностранный язык требуется только от тех абитуриентов, которые поступают на зарубежные регионоведения. То есть не надо бояться того, что здесь есть иностранный язык. Это, на самом деле, огромное преимущество для вас, что вы, придя с нулевым даже, может быть, уровнем иностранного языка за 4 года, выучите его на достаточно серьезном, хорошем уровне. То есть это не угроза для вас, скорее, а возможность прекрасная, сдав ЕГЭ, не имеющий отношения к иностранному языку, выучить иностранный язык. Это же замечательно. Да, вам будет труднее, да, вам будет сложнее, но, тем не менее, у вас будет возможность за 4 года это сделать. И в современном мире владение иностранными языками это, безусловно, плюс и бонус для вашей дальнейшей успешной и карьеры, и вообще жизни, и расширения горизонтов, пространства. Чем больше мы знаем, тем нам легче. Что вы можете сказать абитуриентам, которые заинтересованы в поступлении в вашу высшую школу? Мы, наверное, все им что-то можем сказать, поэтому начнем по очереди. Ребята, ну, во-первых, мы всегда рады видеть вас в нашей высшей школе. Мы рады видеть вас ярких, пытливых, ищущих, желающих заниматься, желающих работать, желающих работать вместе с нами, потому что весь наш коллектив, это коллектив профессоров, там, я не знаю, 70-летних, может быть, древних, которые вам покажутся, но у которых глаз горит, и они также рады с вами заниматься, и вчерашних выпускников нашего института, которые также будут рады оказать вам помощь, поддержку, вот таких вот пытливых, умных, ищущих мы ждем. Ну да, мы неоднократно уже здесь все говорили о мотивации, мы неоднократно говорили о том, что мы ждем от вас, прежде всего, от вас инициативы и работы, и интереса, неважно, какое направление подготовки вы выберете. На самом деле, мы семья, мы семья ИМО, и преподаватели нашей высшей школы точно так же преподают на направлениях других высших школ и в других институтах нашего университета, и также наоборот, преподаватели других высших школ, они преподают у нас. И поступив сюда, вы тоже станете частью этой большой семьи, и на самом деле здесь очень много возможностей, и, наверное, основная задача для вас будет, когда вы поступите на первом году обучения, хотя бы определиться с основными векторами, мы в этом вам, конечно, поможем, чтобы у вас не разбежались глаза от того количества возможностей, которые у вас здесь будут. И как преподаватели мы не можем, конечно, не дать вам такой совет, что вы, пожалуйста, у нас прекрасно все со студенческой жизнью, с общественной жизнью вас будут на всякие мероприятия приглашать, вы вступите в команду КВН, киберспорт, спортивные команды, танцы, все что угодно. Не забывайте, пожалуйста, об учебе. Все-таки вы сюда поступаете, чтобы учиться. А возможности у вас для этого будут. Здесь действительно серьезный преподавательский состав от профессоров, доцентов, кандидатов в самых разных науках и направлениях. Поэтому возможности мы вам предоставим. Главное, чтобы вы смогли этими возможностями воспользоваться. Я могу только ко всем прекрасным словам добавить, что действительно здесь каждый может найти что-то, что близко. Мы все когда-то связали, так получилось, свою жизнь со своей профессией. Мы, каждый, любят свое направление подготовки, искреннее и свою науку очень искренне. И радуемся, что когда-то жизнь нас привела в эту науку, дала нам многие возможности. У нас действительно очень теплое отношение, взаимоотношение. И студенту здесь будет комфортно, потому что всегда будет поддержка. И как уже совершенно правильно, верно сказать, главное выбрать, чем ты хочешь заниматься, какое направление тебе ближе, что тебе больше интереснее. А когда ты уже будешь учиться, уйти тебе в науку, уйти тебе в культуру, общественную деятельность, в какие-то проекты, потому что их много. Это очень здорово. То же самое определиться с выбором. Что ты хочешь? Копать, изучать языки, сидеть над книжками, общаться с людьми, просто подумать. Тем более 4 года это очень быстро пролетит. И потом есть возможность продолжать образование в магистратуре, который также широкий спектр представлен. И не терять оптимизма. Что ж, спасибо вам большое за ваши ответы. Еще раз напоминаю, в эфире был Инсталайвс Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета. На все вопросы отвечали заместитель декана Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Шакирова Алла Юрьевна, заведующий кафедрой регионоведения и евразийских исследований Каримова Луиза Каюмовна И директор этнографического музея КФУ Гущина Елена Геннадьевна На этом у меня все. Спасибо, что оставались с нами. Продолжайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok